Представители Общероссийского народного фронта вместе с главой городского округа Любрица Владимиром Ружицким произвели прием к благоустроенной дворовой территории в рамках приоритетного проекта под названием «Формирование комфортной городской среды». Они пообщались с жителями и оценили работу подрядной организации. Живем мы здесь, гуляем тут каждый день. Был здесь ужас, не было ничего. Стояли две ржавые качели, на которых их качала с детства я. А теперь здесь роскошная современная детская площадка. Тут и горки, и качели, и другие игровые элементы. А еще безопасное и экологическое прорезиненное покрытие. Я люблю кататься на каруселях, на качелях и очень часто гуляю со своими друзьями. Кстати, на этой площадке можно не только гулять и играть, но и спортом заниматься. Вот эта ее часть предназначена именно для таких целей. В общем, для местных жителей создали все условия для здорового времяпрепровождения. Благоустройство провели в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Президент поставил, и лидер общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин, поставил нам задачу, чтобы мы в первую очередь уделили внимание, идет ли учет мнений граждан. Было ли учтено, что они хотят увидеть. Две детских площадки, спортивную площадку. Может быть, они там аллею какую-то хотят. На объект также прибыл глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он проинспектировал работу подрядной организации и пообщался с местными жителями. Как тебе здесь, нравится? Да. Нравится, да? Большое спасибо. Мы очень долго ждали площадку. Раньше мы ходили по окрестным дворам, а сейчас вот они, собственно, уже скоро смогут приедать. Кроме детского игрового комплекса для жителей создали и спортивную зону. На этой площадке играют волейбол, баскетбол и футбол. Всё, всё. Я супер. Особенно эти фонари поставили вы. Да? Это вообще сложно. Можете долго играть? Да. Но вечерами вы кричите сильно, когда играете? Нет. Ну, как бы нет. В соответствии с законом о благоустройстве в Московской области, каждая дворовая территория должна иметь шесть обязательных элементов. Это детская игровая площадка, мусорная площадка, информационный стенд, освещение, озеленение и парковка. Их наличие в комплексе и создаёт комфортную среду для жителей. В этом году у нас в программе благоустройства, комплексного благоустройства дворов, у нас 69 дворов. У нас всего 672 двора. И мы ежегодно по программе губернатора и по требованиям Министерства жителей и коммунального хозяйства, мы ежегодно должны обустроить не менее 10%. Что мы и делаем. Однако в ходе проверки были обнаружены недостатки. Так местные жители жаловались на большую лужу. Позади дома отсутствие лежачих полицейских на придомовой территории и нехватку парковочных мест. Все эти вопросы обсуждались коллегиально. Есть легкие замечания и пожелания жителей этого дома. То, как, чтобы сделали, например, лежачие полицейские. Есть лужа, которая находится за этим домом, которую нам глава пообещал победят в 2019 году. Также есть старые элементы на спортивной площадке, которые, видимо, надо либо убрать, либо сделать из них, чтобы они были в рабочем состоянии. И не хватает таблички с номером и улицей на доме. Кроме того, жители попросили заасфальтировать народные тропы. Все указанные замечания местные власти пообещали устранить в течение пары недель. Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год в Люберцах включены 69 дворов. В их числе два двора по результатам голосования жителей на портале Добродел. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.